Первая суббота февраля, тот самый день, который возвращает в детство. Пройтись по знакомым коридорам, посидеть за партами и вспомнить школьные годы чудесные. Эта добрая традиция актуальна и в наши дни. Однако в этом году погодные условия внесли свои коррективы. И вот в ту самую субботу, что бывает раз в 4 года, выпускники знаменитой на все приортышьи Третий собрались в родных стенах. Вечер встречи выпускников, мероприятие, которое вас ждут все те, кто так сильно ностальгирует по своей школе. Но сегодня гимназия номер 3 решила предпринять абсолютно новый, необычный подход и провести первый форум выпускников. О том, что это такое и в чем основное видение, мы узнаем через несколько мгновений. Сохранить преемственность поколений учеников гимназии разных лет выпуска – основная задача форума Санала Орпах Жаркан Балашах. Его проведению предшествовала колоссальная работа. У данного образовательного гиганта очень богатая история. За более чем 60 лет около 5000 человек получили аттестаты средней школы, школы гимназии, гимназии и, наконец, гимназии для одаренных детей. Третья росла, и вместе с ней росли и ее выпускники. География их нынешнего местонахождения распространяется на весь земной шар. Многие из них добились больших успехов на профессиональном поприще. Среди них депутат мажориса парламента Нуржан Ашимбетов и заместитель Акима Павлодарской области Асхат Уралов. По мнению организаторов форума, им есть что рассказать и чему научить нынешних гимназистов. Мы планируем привлечь к активному взаимодействию выпускников. Создана ассоциация выпускников гимназии. Сегодня планируем создать некий совет, который будет способствовать пропаганде образовательной деятельности, пропаганде достижений гимназии, будет помогать выпускникам гимназии в профессиональном самоопределении. Самоопределение у гимназистов, пожалуй, самая важная задача, ведь для 100% 11-классников уже сейчас ребром встает вопрос поступления. Многие из них планируют получить высшее образование в престижных вузах ближнего и дальнего зарубежья. Поддержку в этом вопросе ребята тоже получат от своих новоиспеченных наставников. Одним из них готов стать выпускник 2005 года Ержан Мирамбаев. В такие моменты важно иметь, может быть, какого-то ментора, может быть, какого-то человека, который этот путь прошел не так давно, и у него есть какой-то багаж опыта, знаний, которым он мог поделиться. И вот в этом плане нетворкинг очень важен. Он также отметил важность данного мероприятия, поскольку такая практика уже дает свои плоды в Канаде и Франции и позволяет расширить нетворкинг, а также помочь юным ученикам в принятии непростых жизненных решений. И мы планируем, что это сотрудничество будет широко развиваться, в том плане, что даже нынешние выпускники, приглашенные на форум сегодня, не случайно, они должны увидеть то, что, покидая стены школы, их здесь ждут, с ними готовы общаться, с ними их готовы слушать не только педагоги, но и будущие воспитанники гимназии. Приглашенные спикеры – это руководители организации, представители международных компаний и доктора наук. Приехать смогли не все, однако это не помешает им принимать дальнейшее участие в работе ассоциации. Впереди серия так называемых «золотых уроков», во время которых специалисты в самых разных сферах профессиональной деятельности будут делиться опытом с подрастающим поколением. И ведь действительно, выйдя за порог школы, каждый идет своей дорогой и достигает своих высот. Но всегда интересно узнать, как ты выпускник. Есть такое понятие – гимназическое братство. Гимназическое братство – это твердыня, это храм знаний, науки, душевности, патриотизма. Каждый кирпичик этого храма – это наши учителя, родители и наши ученики, наши выпускники. Мне очень приятно, что сегодня мы смогли… Разные люди, представители, наверное, гимназии, скажем так, разного времени, разного уровня поколения, мы все сегодня собрались в этом зале. Несмотря на некую официозность данного мероприятия, во многом это все-таки та же самая добрая встреча. Встреча с теми, кто помог найти достойный путь в жизни. С теми, с кем 11 лет Бог оба грызли гранит науки. Что у вас встречи? Жду радости от встречи и хорошего настроения от общения. Слезы радости были повсюду, а ветераны педагогического труда принимали искренние слова благодарности. Школа – это коллектив мальчишек и девчонок. Галшук, бань, наряди, 1 сентября и ребенок. Вот бы в школу пара вот развозить конфеты, но упрямый носов кост не позволит это. Школа – это дюймники, важные деоучебники, а на переменах мы и веселые волшебники. Школа – это целый мир, двигатель мечтаний. Мой учитель, мой фумир, он хранит мне знаний. Школа – это дюймники, важные деоучебники. А на переменах мы и веселые волшебники. Школа – это дюймники, важные деоучебники.